МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВВЕРНИЯ 33 программа безопасность. Обзор самых заметных происшествий и чрезвычайных ситуаций, которые произошли в Владимирской области за неделю. В студии Борис Пучков. Здравствуйте. Жестокое и циничное убийство гражданки Белоруссии в ноябре 2014-го прогремело на всю Россию. Бизнес-вумен Марию Котельникову убили по наводке ее же подруги Людмилы Морозовой. Поводом для смертельной расправы стала крупная сумма денег, которую жертва везла с собой. Прошло три года, и вот приговор. Почему, по сути, организатор убийства Мария Котельникова была неожиданно оправдана судом, а один из соучастников отпущен на свободу, разбирался Максим Палагин. Областной суд поставил точку в деле о циничном убийстве гражданки Белоруссии Марии Котельниковой. По версии следствия, в ноябре 2014-го года она приехала во Владимир в гости к подруге юности Людмиле Морозовой. Зная, что у Котельниковой будет при себе крупная сумма денег, она была предпринимателем. Морозова сообщила о приезде приятельницы своему знакомому Пашакулову, которому задолжала 400 тысяч рублей. По плану, который придумал инициатор преступления, автомеханик Базарали Пашакулов должен был совершить разбойное нападение, убить Котельникову и присвоить её деньги себе, чтобы Морозовский долг списался. Пашакулов, в свою очередь, уговорил помочь ему совершить преступление 43-летнего Нуреля Исаева. В течение всего дня, 5 ноября 2014 года, Морозова информировала Пашакулова об их скотельниковой передвижениях. А затем, обладая предоставленной Морозовой информацией, Пашакулов, чтобы заманить потерпевшую в безжидное место, повредил её автомобиль, создав условия для обращения в автосервис. И предложил туда же прибыть Исаеву. В ходе проверки было установлено, что расправу над женщиной начал Исаев. Он напал на неё сзади и нанёс несколько ударов деревянным брусом по голове, после чего Пашакулов стал душить. Затем убийцы украли у погибшей 24,5 тысячи долларов. Спрятали тело в машину и вместе с другим соучастником Ермолаевым вывезли топить Мерседес Котельниковой в карьер близи станции Улыбышева. В марте 2015 года преступление было раскрыто. Изначально на скамье подсудимых оказались четыре фигуранта дела. Но по решению суда притяжных организатор преступления Людмила Морозова была оправдана. Выпустили на свободу и Ермолаева, так как по его статье истекли временные рамки. В итоге в день приговора за решёткой находились только Пашакулов и Исаев. Суд приговорил первого к 18 годам лишения свободы, а второго к 21. Оба будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима. После оглашения приговора Базарали Пашакулов признал, что виновен. Но уточнил, судили его не по той статье. По его версии, убивал Марию Котельникову Ермолаев. А вы идите правду ищите. Чё вы снимаете? А чё, Серёж, а чё, чё-то, чё-то оказывается? Тебя-то, кто за чё тебе-то? Ладно, виноват. Но судили бы по своей статье. Эсгнида, блин, сделала, делала. Чё, одно слово пришёл бы, сказал бы, всё изменилось бы вообще. Уверен в том, что следствие присяжной ошиблись в установлении настоящего убийцы, и этот человек, представившийся братом подсудимых. Ермолаев бил бруском, купил машину Ермолаев. А почему-то эти два сидят. А почему Ермолаев не сидит? Известно, что в ближайшее время адвокат подсудимых будет подавать апелляцию. Странным в этом деле остаётся и решение суда призяжных о невиновности Людмилы Морозовой, которая в ходе следствия была названа организатором убийства. Оперативного комментария по этой теме следком получить не удалось. Известно, что у Марии Котельниковой осталось трое детей. Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов спецназа задержали членов организованной преступной группы. По оперативным данным, в августе 2016-го на территории Владимирской области члены ОПГ совершили разбойное нападение на одно из предприятий по пошиву одежды. Угрожая работникам компании пистолетом, бандиты забрали 400 тысяч рублей с кассы организации. В октябре 2016-го налётчики напали на ту же фирму. Добычей стала фирменная одежда на сумму 200 тысяч рублей. Похитители также забрали автомобиль предприятия стоимостью более 1 миллиона. В феврале 2017-го были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе и предполагаемый лидер ОПГ. Немного погодя, полицейские задержали ещё четверых членов преступной группы. Возбуждены уголовные дела. В отношении задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведённых обысков по месту жительства задержанных были изъяты транспортные средства, которые использовались при совершении преступлений, а также ранее похищенные имущества, которые принадлежат данному предприятию и его сотрудникам. Проводятся дальнейшие мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов. Орловские и Донские рысаки, гнеды и вороны на охране общественного порядка. Отряд конной полиции во Владимире уже не в диковинку. Однако полицейских кавалеристов можно увидеть во время патрулирования не только в центре областной столицы, но, к примеру, и в садоводческих товариществах. «Мне сверху видно всё, ты так и знай». Строчку из знаменитой песни впору подхватить и сотрудникам этого отделения полиции. Ведь, взобравшись в седло своего скакуна, каждый из них оказывается на высоте почти двух метров. «Мы здесь проводим тренировки, то есть меняем лошадей, меняем всадников, для того, чтобы более или менее каждый сотрудник чувствовал себя комфортно. Лошади у нас обучены были уже непосредственно, также наши сотрудники проходили подготовку в городе Москве, в конном полку. Поэтому, не скажу, что сложно всё это. Главное – любить животных». Отделение конной полиции во Владимире возникло в 2005-м. Тогда появление полицейской кавалерии на улицах вызвало неподдельный восторг и удивление. Но было непонятно, сможет ли она выполнять поставленные задачи. Практика показала ей под силу любые задания. Так, в прошлом году, во время патрулирования, конный отряд задержал преступника. «Просили показать, что у него находится в пакете. В пакете, естественно, находились цветмет, можно так сказать. То есть, пояснить он отказался, откуда это было, что взято. Ну, по следам нашли, где был вскрыт дачный домик». В состав отряда конной полиции входит 8 кавалеристов. На балансе подразделения 10 служебных лошадей. В задачи полицейской кавалерии входит поддержание общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий и ежедневное патрулирование садоводческих товарществ. В патруль обычно входят два всадника. Стандартная ситуация. Во время патруля полицейские вдруг увидели подозрительного мужчину. «Добрый день, патрульный патруль, мы постараемся, мы посадимся в полицию и в рогу». «Добрый день». «Все нехорошо у вас?» «Все хорошо, спасибо». «Что вы здесь делаете?» «Домой идут, с дачи взялся». «Домой идут». «Есть у вас документы при себе?» «Да, конечно». «Позрешите». Служат конной полиции и женщины. Анастасия в полицейской кавалерии с момента основания отряда. Пришла сюда из профессионального конного спорта. Анастасия – одна из учениц легендарного Владимира Фомина, который свою жизнь посвятил возрождению русской тройки. «Всему, чему я научилась, я обязана ему заезжать лошадей, пряжки съезжать, тройками заниматься. То есть это всему меня научило. Здесь ты работаешь в городских условиях, там-то, как говорится, мы в лесах, на ипподромах ездили, в свое удовольствие, можно сказать. Здесь уже непосредственно служба работы. То есть ты не только за лошадью смотришь, но еще за общественным порядком, то есть общаешься с людьми. Есть хорошие результаты работы подразделения, когда задерживались на закраже на садовых участках в самом зимнее время. Стараемся патрулировать, не обходить, как говорится, своим вниманием данную проблему. Ну и для поддержания имиджа полиции на современном моменте это играет немаловажную роль». В садоводческих товарществах полицейским на лошадях рады, ведь с их появлением стало гораздо спокойней и безопасней. «Это много дает. И зимой вот я приезжал, наблюдал, увидел. Они проходят по всем рядам. И это сократилось воровство в саду. Спасибо, что они вот приезжают и охраняют здесь сад. Народ знает уже, что здесь охрана». В конную полицию приходят по призванию, ведь большую часть времени полицейские проводят с лошадьми, ухаживая за ними. И для каждого из них орловский рысак, гнидая, булана или ворона – это точно такие же сотрудники и напарники. К другим новостям. Владимирские спасатели приняли участие в тушении крупного пожара в Иваново. ЧП в городе Текстильщиков произошло утром 3 апреля. На место отправилась аэромобильная группировка специализированной пожарной части Владимирской области. 82 огнеборца и 6 единиц техники. Возгорание произошло в здании по производству перчаток и охватило площадь в 600 квадратных метров. В ходе пожара были спасены 89 человек. В здании обрушились межэтажные перекрытия на площади 300 квадратных метров и была потеряна связь с двумя огнеборцами пожарно-спасательной части номер один города Иваново, которые работали внутри. В этот же день, в 20 часов, 45 минут в ходе поисковой операции их тела были обнаружены под завалами. Александр Кубышин и Артем Мусикаев погибли при исполнении служебных обязанностей, спасая людей. Судья вынес приговор экс-судье 9 лет колонии общего режима. Для Владимирской области случай беспрецедентный. Уголовное дело против Анны Хохловой было возбуждено еще в 2013 году. Брала ли она взятки и уничтожала ли документы, которые служили неопровержимым доказательством вины? Точку поставил Ленинский районный суд. Мы абсолютно не согласны с соглашенным приговором. Суд с обвинительным уклоном был изначально. То есть дело поступило конкретно к этому судье. Поэтому мы будем подавать жалобу. А я в свою очередь, дождите секундочку, напишу заявление о прекращении своих полномочий, потому что находиться в рядах с таким судьей, как Смирнов, я не желаю. Реакция Анны Хохловой вполне понятна. Эмоции после того, как судья Ленинского райсуда Алексей Смирнов зачитал приговор. 9 лет колонии общего режима. Экс-судью Октябрьского районного суда города Владимира признали виновной в получении взятки в крупном размере, в покушении на посредничество во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, в вынесении заведомо неправосудного решения и в уничтожении официальных документов. При вынесении приговора судом было учтено, что в следственном изоляторе Анна Хохлова провела 2 года. Суд сделал объективный вывод и я считаю, что здесь в полном объеме представлены доказательства, которые должны были быть представлены и исследованы судом, в том числе и доказательства защиты. Законность судебного постановления и приговоров будет проверена в апелляционные сроки, но в целом я считаю, что задача гособвинения и следствия были выполнены, вина установлена. С самого начала это уголовное дело обещало быть одним из самых громких за последнее время. Его расследование заняло 2 года, столько же длился судебный процесс. Было установлено, что в 2010 году Анна Хохлова почти за полмиллиона снизила наказание убийцы из Москвы на 2,5 года. В том же 2010 она изменила меру пресечения мошенницы из Нижегородской области, выпустив ее под денежный залог. В результате этой сделки экс-судья получила 700 тысяч рублей. В июле 2011 года Хохлова все-таки попалась. При передаче взятки в 400 тысяч задержали ее посредницу Екатерину Забалоеву. Процесс отличался излишней эмоциональностью. И позиция защиты и подсудимой Хохловой граничила с провокационными такими моментами, как в отношении следствия в виде заявлений о сфабрикованности и фальсификации доказательств по делу, так и в отношении судебной системы, когда проявлялось абсолютно неэтичное поведение в адрес и председательствующего суда, и судебной системы. В сентябре 2015-го Екатерина Забалоева была приговорена к условному сроку. На этом судебном заседании бывшего адвоката Ирину Мустафину тоже признали виновной в пособничестве и обещании посредничества в даче взятки. Вердикт суда 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме этого, на протяжении двух лет и шести месяцев она не имеет права занимать должность адвоката. Последние слова которые произнесла в присутствии СМИ Анна Николаевна говорят о многом насколько пришлось пережить следователям и суду при разбирательстве этого дела. Думаю, что приговор надеюсь, во всяком случае вступит в законную силу и для очень многих это хорошая наука. На то, чтобы обжаловать приговор и подать апелляцию у осужденной Анны Хохловой и ее защиты есть 10 суток. А пока экс-судья отправляется в следственный изолятор. На сегодня это вся информация. Новый ЧП-обзор смотрите через неделю. До встречи на телеканале Губерния 33. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова